Здравствуйте! Вы смотрите Главное. Ситуация с российским рублем волнует не только экспертов в Российской Федерации. Очень многие международные аналитики пытаются спрогнозировать, как она будет развиваться в дальнейшем, а главное, какое влияние окажет на соседние страны. Я предлагаю поговорить об этом сегодня с моими гостями. Это эксперты, которые уже были в этой студии. И мне очень интересен их взгляд на ситуацию на сегодняшний день. Это Елена Горелова. Здравствуйте! И Виктор Чабану. Все-таки вопрос закономерный. Что происходит с российским рублем? Что здесь правда по причинам, которые все-таки заставили его падать? А что вымысел? В основном эксперты россияне, авторитетные, достаточные, они выделяют две причины девальвации российского рубля. Первая причина, она, в общем-то, лежит на поверхности, видна. Это падение цен на нефть. И российский рубль привязан к ситуации на нефтяном рынке. То есть это объективная причина, о которой говорит и Министерство экономического развития России. Вторая причина, это самый главный фактор, который влияет на девальвацию рубля. Вторая причина, она меньше оказывает влияние на этот процесс. Это санкции со стороны стран Европейского Союза. Известно, что доступ к финансовым рынкам международным сейчас ограничен у банков России. Но не все банки в небольших объемах заимствами занимались на этих рынках, поэтому этот фактор не столь значительен. Некоторые эксперты говорят о том, что подключился и третий фактор. То есть третий фактор, это кто-то ведет спекулятивные игры на валютном рынке России. Но это уже последствия, как говорится, действия первичного фактора, о котором я сказала. Это снижение цен на нефть и нефтепродукты. Вот это основное отчего. Прогнозировать в таких условиях не берется ситуацию практически никто. Почему россияне берутся прогнозировать? Сегодня Кудрин даже в Твиттере написал, бывший министр финансов, он написал, что все, ситуация с рублем уже стабилизировалась. Нет, она пока не стабилизировалась, несмотря на то, что сегодня нефть немножко поторожала. Я говорю об экспертах финансового рынка, которые отслеживают постоянно эту ситуацию. Все говорят о том, что ситуация на валютном рынке России очень волатильная. Слово «волатильная» означает, что она изменчива, очень быстро меняется. Летучая по-русски. Да, летучая по-русски. И малопредсказуемая. Вот это вот слово, оно везде в комментариях экспертов присутствует, что очень большая волатильность. Сегодня мы видели, да, во время пресс-конференции президента России, видели, как, значит, после каждого заявления, главы государства, да, вот в подтверждение ваших слов, как менялся курс, да. После чего Минфин запретил публиковать графики. Да, в онлайн. В прямом эфире, да. Господин Чебан, вы согласны, что эти две главные причины основные? Потому что прежде чем вы начнете отвечать, я хочу сказать, что я вот когда порылась, попыталась понять, значит, множество прогнозов, я еще нашла как минимум три, которые мне тоже показались интересными. Но вначале вот вам слово. Да, это ряд факторов. Основные, я согласен с Госпроем Горелого, это абсолютно, потому что рубль практически всегда следовал тренду нефтяных цен. Ситуация на мировом рынке нефти, она определяется тем, что спрос на нефтепродукты, собственно, связанный с ростом экономик, замедлился в Китае, в Евросоюзе, в Японии. Это все повлияло на то, что цены начали падать. И решение ОПЕК о том, о не сокращении количества, это уже скорее из области политических решений, но оно тоже как бы зафиксировало вот эту ситуацию. И тот факт, что вот этот тренд был постоянным и достаточно устойчивым на снижение, оно явилось главной причиной. Остальные факторы, пожалуй, играют только на усиление этого тренда. Можно, конечно, много рассматривать причин о том, правильно или неправильно. А Путин, например, сегодня похвалил Центробанки и правительство. Наверное, многие эксперты с этим не согласятся, потому что поднятие учетной ставки, как стабилизирующая мера, вот таких, чтобы предотвратить панические состояния, они были достаточно робкими, потому что 17-го было принято решение поднять резко учетную ставку, а до этого 11-го числа они подняли только на один пункт, что никак не отразилось, тренд продолжился. Дальше 17-го, приняв такое решение, Центральный банк принял его в час ночи, что, в общем-то, сыграло, наверное, обратную роль прогнозируемой. То есть, если бы курс, наверное, был заявлен в 8 утра, вернее, вот эта новая учетная ставка, она бы, возможно, и оказала какое-то стабилизирующее воздействие на этот курс. Но когда это принимается ночью, игроки, вероятно, и те же спекулянты, о которых говорила госпожа Горелова, они воспринимают это как панические состояния в Центральном банке, соответственно, реагируют. Я бы хотел напомнить, что здесь между этими двумя действиями Центрального банка было еще одно событие, которое комментировалось в прессе, но так достаточно робко, о том, что Роснефть удалось получить в пятницу буквально 625 миллиардов рублей, почти 11 миллиардов. Да, и очень многие говорили, что рынок обрушили деньги Роснефти. Совершенно верно, да. Была такая версия. Как Сечин это не опровергал, что валютных операций с этим не было, поверить в это достаточно сложно, но, в конце концов, это нас даже меньше интересует. Нас интересует вот эта общая тенденция и, наверное, как она отражается. Да, мы поговорим об этом несколько позже. Я могу добавить еще одну версию, поскольку вы заговорили о деньгах Роснефти. Я вот еще одну нашла, и этой версии придерживается, значит, ни много, ни мало. А человек, который занимается разведками в доме Михаила Фродков, он сказал, что рубль обрушили западные фонды и другие финансовые институты, которые действуют через своих агентов и финансовых посредников. То есть он даже вот... Ну, от главы разведки трудно ожидать другого комментария. Да, то есть видите, еще и какие-то такого рода комментарии. Как реагировал их Центробанк? Потому что вот как реагирует наш, мы уже говорили, еще, наверное, поговорим. Все-таки они выдавали, да, вот эти интервенции ежедневные, достигали эти суммы, там, по-моему, в среднем миллиард, да, практически ежедневно. Это правильный все-таки валюты? Центробанк сначала, когда вот началась стремительная девальвация рубля, он принял стандартное решение, которое обычно принимает любой центральный банк, когда начинается лихорадка на рынке, то есть стремительно девальвируется национальная валюта. Эта ситуация обычно сглаживается достаточно быстро крупными интервенциями, да. Да, в общем-то, дефицит валюты на рынке образовывал Центробанк Банк России. Достаточно было резервов, и сейчас они достаточно для того, чтобы использовать этот инструмент. Но мы уже об этом говорили, что кроме базовых факторов объективных девальвации рубля подключались и другие факторы, и они исключают то, о чем заявил разведчик, грубо говоря. Господин Фродхой. Да, вот, то есть спекуляции об этом говорят уже на официальном уровне, что спекуляции пошли, да, то есть к основному, главному фактору, то есть вот подденье цены на них, присоединялись, игра началась, игроки вступили в игру, начала разборачиваться. В этой ситуации Центробанк предпринимал действия по, значит, сглаживанию этой ситуации и интервенции. Интервенции обходили слишком дорого, и это уже не привело, быстро было выяснено, что это не приводит к ожидаемым результатам. Девальвация продолжается, то есть они останавливали на короткий промежуток времени, потом ситуация возвращалась к тому же самому. А вот такие колебания на валютном рынке на фоне общей тенденции девальвации, она очень благоприятно играет на руку спекулянтам, потому что на падении, допустим, курса доллара, они скупают валюту, на повышение они ее приобретают и кладут себе в карман. И Центробанк принял другое решение, которое тоже часто применяется в таких ситуациях, там несколько решений принимается, по удорожанию денег. Это более фундаментальное решение, долгоиграющее. То есть нужно изъять деньги. Если вы изымаете деньги, поднимая ключевую ставку по кредитам, есть и другие инструменты, это выпуск сертификатов, вот то, что наш национальный банк делает, и других инструментов. То есть пошли другим путем. Но эта мера, в отличие от интервенции, она не приводит к результату на следующий день. Она рассчитана на более длительный период. Потому что пока начнутся эти операции, пока подорожают кредиты. Понимаете? Да. Это оборотная сторона, кстати. Это оборотная сторона. При том, что нет финансирования у компаний, это приводит к тому, что кредит повысится практически до 25%, и большинство бизнеса, он станет, вероятно, недоступен. Ну, практически то же самое делала Федеральная резервная система Соединенных Штатов во время кризиса. То есть это стандартная такая мера. Есть и другие меры. Это повышение обязательных резервов, связывание денег банков. То есть вот, скажем так, на первом этапе вот этой неустойчивой ситуации на валютном рынке применили интервенции, они не помогли, играли на руку спекулянтам, и пошли на более фундаментальную меру, которая должна принести результат, но через какой-то лаг времени должен пройти. Я понимаю, что эта ситуация не единична, потому что эксперты говорят, что подобные, ну, конечно, каждая все равно уникальна, вот были в Турции, вспоминают Индию, вспоминают Бразилию. То есть рецепты какие-то готовые. Кризисы 98-го года, конечно. Вы считаете уместно вот это сравнение с кризисом 98-го года? Ну, по крайней мере, обсуждаются определенные меры, которые еще можно принимать контроль над капиталом, как Малайзия выходила из 98-го года кризиса и стабилизировала ситуацию. Хотя противники этой меры говорят, что соседние страны выходили без этой меры, прибегая, но в данном случае у России достаточно ограниченный инструментарий, поскольку он не может прибегать к другим стандартным мерам, как к займам МВФ и других. Ну, к займам МВФ, я извиняюсь, что, включаясь, такие меры, как займы, они применяются в тех случаях, когда ситуация вызвана нехваткой валюты на рынке. В России этой ситуации нет нехватки валюты, другие факторы сыграли роль. И нехватка валюты, она обычно, ну, если страна и член Международного валютного фонда, она прибегает, и такие займы берет, или у других. Вот Белоруссия несколько лет назад, помните, тоже было обрушение на валютном рынке, была нехватка валюты, нечем было покрыть отрицательное сальдо платежного баланса, и Белоруссия получила из антикризисного фонда тогда Евразийс 3 миллиарда долларов, тремя трансформами ситуации, спасли вот такими мерами. Но стандартный набор, который применяют обычно, традиционно, стандартный набор инструментов центральных банков, это валютные интервенции, это повышение учетной, базисной или ключевой ставки в разных странах, это по-разному называется, то есть ставки по своим операциям. И третий такой стандартный инструмент, это повышение обязательных резервов в коммерческих банках, то есть это связанные резервы, которые хранятся на курсчетах в центральном банке. То есть связывание денег, масса денег. Все-таки сегодня президент России не исключил, что цены на нефть будут еще падать. То есть получается, что ситуация может еще как-то усугубляться, как Вы полагаете? Это объективный фактор. В данном случае Россия продавец нефти, она не может повлиять на этот глобальный спрос. Я говорил, что он замедлился и все экономики в принципе замедляются, включая огромную китайскую экономику. Это очень важный фактор. Говорят, что китайцы даже отказались в рублях сейчас проводить операцию. Совершенно верно. Белоруссия отказалась в рублях. Потому что это все время при такой волатильной ситуации надо догонять. постоянно либо требовать предоплату и тут же что-то с этим делать. Поэтому понятно, что контрагенты предпочитают переходить на более стабильные валюты. Опять же, до каких пор этот тренд будет продолжаться, вероятно, у него тоже есть какое-то дно. Потому что ниже этого дна, сейчас мы видим, что Соединенные Штаты превратились в большого производителя и экспортера нефти, учитывая разработку сланцевых. Но есть какие-то пороги, ниже которых они уже не могут опускаться. И тогда все эти производства закрываются, становясь нерентабельными. Когда они закрываются, соответственно, предложение сокращается. И цены потихонечку начинают выравниваться. То есть, где произойдет вот эта точка возврата, сейчас действительно трудно сказать. Потому что отделить сейчас объективные экономические факторы от политических или конспирологических, которые озвучивает начальник разведки, здесь достаточно сложно. Поскольку, вероятнее всего, здесь весь набор факторов, наверное, присутствует. Знаете, что люди отмечали простые? Это то, как реагировал народ на то, что происходило с рублем. Я имею в виду сейчас скупку бытовой техники, как все это в магазинах мгновенно сметалось. Мы же помним 90-е годы, когда мы все покупали по 3-4 телевизора и потом меняли что-то на что-то. Да, то есть, не говорят, не в продовольственные магазины бежали еду закупать, да, а бежали закупать бытовую технику, телевизоры там по несколько штук. То есть, это тоже как-то мне показалось. Ну, еду это надо грузовиками закупать и, вероятно, хранить еще. Это не самое, а все-таки надо более крупные вещи, которые как-то сохраняют все-таки стоимость, ценность свою покупать. Хорошо. Давайте теперь поговорим, собственно говоря, о главном. То, что в этой ситуации волнует каждого, считаю, гражданина Республики Молдовы. Это то, как это будет сказываться на нас. Потому что есть уже такие мнения о том, что непременно скажется. Но перед этим, вот я хотела бы задать вам такой вопрос. Я думаю, что вам его уже задавали. Но мне интересно. Вы, когда комментировали ситуацию с подписанием соглашения с ЕС, да, вы говорили, что мы не готовы, что нужно поворачиваться к российскому рынку. Давайте начнем с этого. То, что сейчас происходит в России. И получается, что хорошо, что мы вовремя, да, все-таки взяли курс на Европу. Потому что вот были бы проблемы сейчас такого рода. Я должна вас огорчить. Мы бы сейчас выиграли. Так, почему? По очень простой причине. Если бы нам Россия сейчас открыла двери, естественно, что она за год перестроит свою промышленность и начать крупное импортозамещение, особенно по агропродовольственному сектору, невозможно, хотя задача поставлена, и она будет решаться. В связи с девальвацией рубля цены, естественно, инфляция в России усиливается, цены растут. Мы экспортируем. То есть для них это импортный продукт со стороны Молдовы. И там в условиях санкций, которые Россия применяла, то есть применила по отношению к странам Европейского союза на продовольственные товары, рынок российский немножко открылся. Потому что своих еще достаточно нет. Но открылся он для очень избранных все-таки, по-моему. Почему? Очень быстро рынок никакой не насытишь. Потому что нужно подготовить. Нельзя. Это не так просто. За один день вы это не сделаете. Нужно войти в торговые сети, нужно сделать маркетинг. То есть очень много шагов нужно предпринять. Почему? Туда повернулись страны Латинской Америки по мясу, Аргентина, Бразилия. Египет повернулся туда, и Турция по продовольственным товарам. И мы могли сейчас, вот в этих условиях, туда войти. В отличие... Вот рынок агропродовольствия, он в отличие от рынка других товаров, обуви, одежды, бытовые техники, он малоэластичный. Что такое эластичный? Что независимо от изменения цены, человек все равно должен, ну как минимум, завтракать, ужинать, ну и обедать, да? Желательно. Кушать, то есть питаться. И поэтому, несмотря на то, что цены на продовольствие растут в России, потребление продовольствия все равно сохранится на том же уровне, на котором оно и было, и может быть даже и вырастет. По крайней мере, так называемые продукты, которые... Да, и вот мы как раз торгуем и поставляем на внешние рынки те товары, которые отличаются вот этим малоэластичным спросом. То есть независимо от цены, физический объем потребления в странах, он как бы вот сохраняется, а с ростом уровня жизни он увеличивается. Поэтому в этой ситуации, как раз если бы нам открыли российский рынок, Молдова могла бы выиграть сейчас. И потому что туда нет доступа многим товарам из стран Европейского Союза. Некоторые полки, грубо говоря, пустые или открытые, да? К приему новых поставщиков. И потому что этот спрос относительно стабилен в физическом выражении. Я понимаю вашу точку зрения. Сейчас спрошу вас, но мне кажется, что нужно еще рассматривать с точки зрения того, что сейчас происходит с рублем. То есть представить, ну, как бы, Бумаков тоже говорит, я вот еду в Москву, уже объявил, да? Но нужно знать примерно... Ну, контракты заключаются в доле. Типичные контракты наших экономических агентов. То есть вы полагаете, что это не окажет влияние в ситуацию с рублем? Но цены растут в России, инфляция усиливается. Я уже пояснила. Если человек, допустим, бюджетник даже, или пенсионер, у него фиксированная зарплата, которая в ближайшее время не будет повышаться, да? Какие-то сбережения, которые были, сейчас люди вкладывают автомобили, недвижимость, крупная бытовая техника. Ну, это вот лимит, ну, несколько месяцев. Все дальше денег нет. Дальше он получает стабильную зарплату, сбережений нет. Но на продовольствие он все равно будет потратить деньги. Понимаете? Он не будет есть меньше, чем он ел неделю назад в два раза, или там на сколько-то процентов. Все равно. А полки пустые, грубо говоря. Я поняла. В этой ситуации физический спрос есть. То есть вы считаете, что у нас был шанс, и мы его, в принципе, упустили, да? Я считаю, что, я не говорила бы здесь категория мешанцев. Я просто считаю, что мы зря ушли с этого рынка. Зря мы ушли с этого рынка. Вы согласны с тем, что сейчас, чем нам с нами делится, госпожа Горелова? Только отчасти, потому что я все-таки считаю, что нас ушли с этого рынка. Это раз по достаточно таким неэкономическим причинам, а скорее из политических соображений. То есть понятно, что амбарга – это нахождение дебутилфталатов по настроению Онищенко или еще кем-то там, которые меняются. Но это уже такое нарицательное слово. То есть это свидетельство о том, что это нестабильные экономические отношения, где правила могут нарушаться по политической прихоти. Поэтому я бы здесь обратил внимание на то, что в данном случае, естественно, на нас оказывает влияние падение рубля. У нас есть экономические отношения, несмотря ни на что сейчас с Россией. Есть, да. Но они не настолько катастрофические, как это было в 1998 году. Да, когда у нас весь экспорт туда был. Сейчас у нас, да, совершенно верно. Сейчас у нас меньшая зависимость от России. Соответственно, и вот этот российский кризис на нас проецируется определенным образом, но с меньшим коэффициентом. То есть мы видим, у нас идет тоже плавная девальвация национальной валюты. Но это не в тех темпах, не в два раза, как в России и так далее. И в этом смысле как раз мне кажется, что Евросоюз сыграл роль такого амортизатора. Да, мы не можем еще продать туда все свое продовольствие. Но это наша внутренняя проблема. Мы просто не можем соответствовать тем стандартам. То есть я считаю, что в долгосрочной перспективе мы в любом случае должны научиться производить товар. То есть мы привыкли, грубо говоря, вот я смотрел буквально сегодня, вчера вот несколько передач с производителями фруктов. Говорят, ну так в линии калибровки у нас там столько-то, и вообще упаковки 15 на всю страну и так далее. Мы не привыкли, потому что мы все отгружали, у нас все брали. Вот такое положение дел... Но конечно за такой короткий промежуток времени не могли перестроиться. Это совершенно понятно. Да, но вот видите, это как бы обратная сторона амбарго. То есть пока, я извиняюсь, петух не клюнет, мужик... Гром не грянет тогда уже. Ну ладно, я микс сделал, да. Ну мы поняли вашу мысль, да. Из этого. Вот когда мы начнем производить конкурентоспособную продукцию, которую можно продавать в равной степени в Европу и в Россию, я думаю, что никакие амбарго нам тогда не будут страшны. И мы не будем в такой степени зависеть. Я ни в коей мере не говорю, что мы должны как-то опять же сокращать искусственно или наоборот. И то, что Бумаков едет, я считаю, что это очень правильно. Ехать надо, хотя я очень скептически настроен по поводу этого визита. Ну, его там примут, выслушают, но как бы решать проблему все равно не будут. И если проблема решится, то решит ее не Бумаков, а кто-то другой. И совершенно из других соображений. Это мы видели на выборах, как это происходило. Вот мигрантам можно выезжать потом, можно заезжать и так далее. Я понимаю, да, о чем вы сейчас говорите. Здесь немножечко происходит смешение экономических отношений с чистой политикой. Что не очень хорошо. Есть политика, это и сконцентрированная экономика. Вы же слышала ее немножко. Да, я видела, даже знаю, в какой части вы будете сейчас возражать. Мы, понимаете, дело не в том, что мы выбрали что-то, но мы выбрали не думая о последствиях. Вот в чем наша проблема. И получилось то, о чем предупреждали многие экономисты. Потеря российского рынка нам не компенсирует нашего, как бы в кавычках пока, открытых дверей на рынке стран Европейского Союза. Последние данные за октябрь месяц. В Российскую Федерацию у нас сократился экспорт на 96 миллионов долларов за один месяц. Вы в процентах не можете сказать, что было более понятно? Нет, я скажу вторую цифру, и всем все станет понятно. А в Европейский Союз сократился на 3 миллиона долларов. Понятно. Понимаете? Да. Не теряет. То есть мы не готовы туда, уходя оттуда. Если правительство, я, допустим, сторонник другой точки зрения, но как экономист объективно, вы выбрали это, давайте работать на это. Подготовьте страну, подготовьте производителей, выбейте соответствующие фонды, вы подготовьтесь к тому, чтобы войти на тот рынок, это во-первых. И вы подготовьтесь к тому, чтобы ваши производители на внутреннем рынке, которые здесь работают, сохраняли свои позиции. Но так, в омут с головой. Все прекрасно знали, что система качества оценки соответствия у нас не готова, нет лаборатории и так далее. Что производители, многие не имеют хода, и вся система розницы и оптовой торговли не подготовлена для того, чтобы работать и здесь, и там. Все об этом знали. Вот я о чем. Сделали выбор. Хорошо, вы видите, там преимущества. Я не умоляю этих преимуществ. Но вы подготовьте страну, потом подписывайте, а не подписывайте, а потом хватаетесь за голову. Насчет геополитики. Да, здесь есть политическая составляющая, безусловно. Это было ясно всем, и экономистам, и политикам, и руководителям. Мы маленькая страна. Страна с очень плохо развитой экономикой. Когда вы принимаете такое серьезное решение, которое может негативно повлиять на население, на бизнес, вообще на экономику, да, вы учитываете это. Но почему мы не игроки в этом поле? Мы должны принимать правила игры. Правила игры больших игроков, в данном случае Соединенные Штаты, Европейский Союз, Российская Федерация. Делайте осознанно, просчитанно выбор. Вы играете на это с выгодой для себя. То есть вас не убеждают доводы тех, которые говорят, ну вот у нас выпал такой временной промежуток, что, значит, когда геополитические интересы, да, сошлись в Украине, когда вот... Извините меня, Российская Федерация... И поэтому мы встали перед выбором или-или, да? Вот вы понимаете, о чем я сейчас говорю, потому что мы это неоднократно говорили. Вы прекрасно знаете, что Российская Федерация на самых высоких уровнях неоднократно обращалась к нашему руководству до подписания нами соглашения, еще когда оно было в проекте. А с чем они обращались? С предложением. Давайте мы проведем переговоры. Почему? Уточним позиции. Потому что вы, Молдовы, являетесь так же, как Украина и Армения, членами СНГ. Вы подписали кучу документов. У вас есть обязательства по той же сертификации, техническому регламентированию, соответствии с фармацевтической продукцией и так далее. Очень много чего вы подписали. Давайте мы посмотрим, что вы подписываете сейчас по тем же самым позициям с Европейским Союзом и что вы подписываете по этим. Второй момент. Реэкспорт. Где гарантии, что через вашу территорию не пойдет реэкспорт из Европейского Союза на нашу территорию и с Турцией? Это даже Путин говорил. Не только Путин. Это говорили на всех уровнях, начиная с парламентских комиссий Госдумы. На всех уровнях предлагалось. Потом предлагалось сесть в формате трех. Европейский Союз, Республика Молдова и Российская Федерация. На что руководство нашей страны сказало, мы не видим никаких противоречий. Я поняла. Сейчас предлагаю затронуть тему того, как скажется ситуация с рублем на наших гастарбайтерах. Но перед этим все-таки уйдем на рекламу. И потом я с удовольствием выслушаю ваши точки зрения. Реклама на 21-м канале. Вы смотрите «Главное». Мы продолжаем разговор на экономические темы. Как я и обещала, я не едина в своем мнении. Очень многие аналитики говорят, что главное влияние, которое окажет ситуация с российским рублем, коснется денежных переводов. Даже есть уже цифра, я не знаю, вы с ней согласны будете или нет, ожидается спад на 20% объема переводов из России. То есть мы все понимаем, что для нас означают, для молдавской экономики эти переводы, потому что они стимулируют спрос. Ну и далее по цепочке, мы не раз об этом говорили. Вот ваш комментарий. С этой цифрой, я не знаю, можно соглашаться или нет. Это и оценка эксперт-групп. Они ее проводили по макроэкономической модели у них есть, которая по 2010 году дает какой-то баланс. Ну, не знаю, мы не проводили таких расчетов, вероятно. То есть эти оценки скорее носят такой умозрительный и скорее успокаивающий характер, что вот хуже не будет. То есть на одну пятую сократятся переводы. Но совершенно очевидно, что это последует, поскольку вот эта ситуация с рублем, она может привести, первое, к снижению, во-первых, доходов молдавских. То есть они могут уходить добровольно из России. Вот такой отток будет происходить. Физически будет сокращаться. Таджики говорят, узбеки, уже начался исход из России. Начинается, да, вот прогнозировать такие вот вещи достаточно сложно. Поэтому мы можем, конечно, согласиться с этой оценкой как с оптимистической, пессимистической. Вероятно, может быть, и до половины сократится эти переводы. Но это главный фактор вот этого российского кризиса. Потому что остальные, связанные, скажем, с товарооборотом или с этим, ну, больше, чем эмбарго, пожалуй, уже не введут. То есть они менее значимы. А вот это будет основной. И тем более, что из России приходит основная масса переводов. То есть если смотреть по оценкам всем Носбанка, это больше миллиарда. Значит, ну, это так, на вскидку раз в пять больше, чем прямые иностранные инвестиции. То есть это серьезный стабилизирующий фактор нашей экономики в смысле вот этого внутреннего спроса поддержания. Поэтому сокращение вот этого, оно будет иметь значение не только для того, что люди уедут, останутся без работы, но и внутренний спрос будет падать, что, соответственно, плохо повлияет на нашу экономику. Вы согласны, во-первых, с этой цифрой тоже 20%? Вы понимаете, что у них есть модель макроэнергии? Я понимаю, но модель, что вложишь, то получишь. Вы же прекрасно это знаете. Я сейчас вот просто вспомнила так по памяти кризис 2009 года, который к нам пришел с запада, да. И тогда денежные переводы сократились, ну, не только у нас, во многих странах СНГ тоже. У нас он был посильнее, там где-то у нас спад был более 6% экономический. И, естественно, денежные переводы тогда уменьшились где-то процентов около 30. Уменьшение было денежных переводов на 500 миллионов долларов мы потеряли, сейчас я постараюсь вспомнить. Миллиард 700 в 2008 году к нам пришло, и миллиард, около миллиард 200 к нам пришло в 2009. То есть вот примерно такой масштаб был. Но это был кризис изнутри, как бы, да, и безработица, и потеря рабочих мест и так далее. Здесь ситуация немножко другая. Рабочие места, как таковы, есть. Экономика России не падает. Слухи о ее катастрофическом положении сильно преувеличены. Рост российской экономики в этом году по прогнозам Всемирного банка на уровне роста экономики стран Европейского союза 0,7-0,8 небольшой, но это рост. Тут совершенно другая ситуация. Но это, вероятно, прогноз все-таки до пробивания. Нет, сейчас. Я сегодня специально посмотрела последние. Последние данные по прогнозу, которые вообще существуют по российской экономике и по странам Европейского союза. В них разницы практически нет. Прогнозировать я бы не бралась даже с помощью модели. Мы начали с того, что ситуация, повторю это страшное слово, на валютном рынке волатильная. Она быстро меняется. Она непредсказуема, по крайней мере, в ближайшие дни, скажем так, как она будет меняться. И она еще завязана, о чем господин Чибанов подробно рассказал, динамика цен на нефть, которую тоже никто сейчас серьезных экспертов в международной области энергетики не прогнозирует. Есть прогнозы, что остановятся весной, есть прогнозы, что в январе падение цен на нефть остановится. Другие говорят, что летом. То есть здесь много будет зависеть от того тех политических сил, которые будут влиять на конъюнктуру. Поэтому я бы не бралась прогнозировать точно эту цифру. То, что эти переводы будут сокращаться, если не исправится ситуация, это абсолютно понятно. Но кроме внешнего фактора, который пойдет в связи с ситуацией на валютном рынке Российской Федерации, я говорю, рабочие места сохраняются. Мы это должны понимать. Доходы сокращаются. Да, заработки сокращаются. Но дело в том, что не нужно все валить на ситуацию на внешних рынках. Давайте посмотрим на себя. У нас с августа месяца еще до всех этих. У нас на своем валютном рынке ситуация плохая. С августа месяца у нас началось снижение такой тенденции поступления денежных переводов из Европейского Союза и из Российской Федерации. Я извиняюсь. Вы да, попейте водички. Я извиняюсь. Давайте мы спрогнозируем с вами, как эта ситуация с рублем может сказаться на нашем, имею в виду, ситуация с Леем. Потому что многие стали сравнивать 1998 год, что необходимо нам вспомнить уроки 1998 года. Бывший премьер Стурза тоже написал комментарий, что он думает по этому поводу. А вы как считаете, насколько правомочное это сравнение? Сравнивать – это всегда неблагодарное дело, поскольку ни один кризис не похож на другой. Но какие-то уроки все равно надо усваивать. Потому что в каждый раз это совершенно сочетание разных факторов происходит. Я говорил еще ранее, что да, мы будем следовать тренду вот этому. То есть у нас тоже будет девальвация, но она будет не настолько резкая, вот как это произошло в Украине, скажем, или в России. Но определенное ослабление Лея мы замечаем. Я бы сказала, уже такое конкретное ослабление Лея. Вы знаете, каждый день у нас исторический рекорд. Конечно, да. Ну, можно вспомнить гувернатора Национального банка о том, как он обещал, что Лея вернется, значит, все будет хорошо, угребит позиции. И вот здесь как раз мы возвращаемся к нашим проблемам. О том, что ситуация в целом в финансовом секторе, в банковском секторе, связанном с страховыми и так далее. Она достаточно неоднозначная. И здесь роль Национального банка, мне кажется, она определяющая. Да, вот сейчас Национальный банк получил дополнительные полномочия. Да, он предпринимает какие-то меры. Но мне бы хотелось, чтобы вы же понимаете, что такое заявление, скажем, губернаторного Национального банка. Мы уже рассматривали этот случай, что, на мой взгляд, например, то, что Центробанк России именно ночью поднял учетную ставку, сыграло злую шутку. То есть здесь важно даже не то, что говорит, а даже время. И каким тоном будет заявлять вот этот очень важный чиновник в государстве. Потому что есть игроки на рынке. И мы прекрасно наблюдали. Вот все эти годы, которые мы говорили о спекуляциях в России, у нас спекулятивный достаточно вот этот тоже валютный рынок. Игроки пользуются этим. Банки у нас не являются финансовыми учреждениями в том смысле, в котором они являются везде и во всем мире. Это что угодно. Да вот сегодня МВФ свой отчет опубликовал. И вот появилась для некоторых новая информация. Потому что многие говорят, что даже знали об этом. Вы знаете, скажу только то, в чем отличие сегодняшнего дня. Людям было сложно купить доллары и евро уже в обменных пунктах. То есть если раньше все-таки это было как-то... Валюта была, курс повышался, но происходило то, что происходило. А вот сегодня было так. Это тревожный симптом? Это нехороший симптом. Я вот с этого начала. Дело в том, что с июля месяца у нас наблюдается тенденция снижения поступления денежных переводов в Молдову. Еще не разогрет был валютный рынок Российской Федерации, а у нас уже и вот это происходило. И это связывает ситуацию у нас внутри. И с экономикой, и с ожиданиями населения, что у нас тут все будет не очень хорошо, и с ожиданиями бизнеса. Ну, в целом, вот среда, которая, в том числе и вот с этим соглашением, которое мы сейчас вспоминали, да, что у него тоже не очень хорошие ожидания. И объем денежных переводов сокращался не только, почему я это связываю с общей ситуацией, не только с восточного рынка, но и со стран Европейского Союза. И темпы одинаковые, снижение, вы понимаете? Другое, еще более нехорошее явление, это то, что если раньше население у нас активно продавало валюту, в обменниках, да, то сейчас видна тенденция, опять же-таки это прошло с августа, вот в июле был пик, что население не продает в тех объемах, которых оно продавало в прошлом году. Объемы резко снизились, продажи этого самого. Количество мигрантов, их заработки, я вас уверяю, количество наших мигрантов, которые работают на Западе и на Востоке, не уменьшилось, их заработки не снизились. Это говорит о нехороших ожиданиях по отношению вообще к экономике страны и к валютному рынку. Есть и другие факторы, которые свидетельствуют о том, что люди не хотят и не пытаются быстро потратить свои сбережения. Здесь в Молдове спрос сжимается, понимаете, придерживает. То есть, как бы валюта есть, заработки сохраняются, но валюту или не возят в страну, или возят больше чести наличкой, чтобы не пропускать через банковскую систему. Мы уже говорили, вот господин Чебану, что не очень там все хорошая ситуация, это все понимают, да. И эту валюту не тратят на текущие нужды, не тратят на покупку дорогостоящих вещей и так далее. И вот это опаснее, чем то, о чем мы начали с вами говорить, о девальвации российского рубля. Потому что сжимание внутреннего потребительского сроса у нас, как правило, приводит к отрицательному росту. Почему я объясню? В отличие от экономики России, Белоруссии, Казахстана, у нас конечное потребление населения составляет почти объем ВВП, который мы производим. И это является большим стимулом для экономики. В экономике России, стран таможенного союза, конечное потребление населения составляет ВВП около 50%, там 48-50%. У нас в два раза больше. Поэтому для нас это очень существенно. Поэтому экономика очень быстро реагирует на сжатие или на расширение спроса. Поэтому мы так и зависим от денежных переводов. Будут деньги, будет спрос. Не будет денег, не будет спроса. А тут ситуация внутри у нас ухудшается. Не надо смотреть, вернее, связывать только с ситуацией на западном рынке. Там еще рецессия, кстати, продолжается в странах Европейского союза. Они еще не вышли из кризиса после 2009 года. Или на российской экономике. Там тоже темпы роста падают. И ситуация в экономике сейчас неблагоприятна, далека-то хорошая. Надо посмотреть на себя. Что делается здесь для того, чтобы наши мигранты не боялись пересылать деньги сюда, чтобы люди не боялись тратить их здесь, ожидая худшего в будущем, в ближайшем будущем. Это понятно, что люди переживают, потому что, если даже судить по данным отчета, который сегодня публиковал МВФ, они уделили самое пристальное внимание нашему финансово-банковскому сектору. Они об этом так и написали. И появилась информация о том, что наш национальный банк аккредитовал банка деэкономии, банка Сычала, в сумме эквивалентной 3,25 от ВВП. То есть 2,6 миллиарда леев. Ваш комментарий по этому поводу? Ну, о том, что ситуация неблагополучная, в принципе, знали все люди, которые следят за этой ситуацией. То есть это наблюдалось. Опять же, мы возвращаемся к изначальной проблеме. У нас банки не являются финансовым учреждением в полном смысле этого слова. У нас это какой-то аксессуар политика, инструмент влияния, средства выкачивания денег для чего-то наличных, или каких-то и так далее. Но это не инструмент. Поэтому у нас банки не кредитуют экономических агентов, они не занимаются населением и так далее. Тем, чем должны заниматься классические банки. Они занимаются либо финансовыми спекуляциями, либо сомнительными операциями с переходом собственности банков, как мы видели на протяжении последних с 2010 года. Это особенно ярко было видно, когда за ночь меняются собственники. И до сих пор мы так и не можем узнать, кто, где и как стоит за этими банками. Опять же, много у нас было разговоров, я помню, когда мегарегулятор появлялся. Вот наконец появится такой регулятор, который все решит. Вот у нас есть Национальный банк с расширенными полномочиями. Вот у нас есть мегарегулятор. Но при этом, при всем, и рейдерские атаки, и все, что угодно у нас происходило. Более того, то, что вливание произошло в банки, это означает отсутствие ликвидности. Это значит для того, чтобы просто предотвратить худшие сценарии. Нас банк сейчас поддержал эти банки. Нужно вообще ликвидироваться банка Деэкономии. Вот банка Сычал и Унибанк, чтобы скрыть хищение за последние годы. Считает, например, Игорь Дадон. Банка Деэкономии не могут ликвидировать просто так, поскольку это большой банк. И сейчас опять же решением, каким-то непонятным суда, он опять возвращается. Возвращается государством. То есть до этого следовало другое непонятное. Ну, более или менее понятное, но сомнительное решение. Вот сейчас это все возвращается. Я думаю, что в данном случае Дадон не прав. Нельзя такие вещи говорить. То есть государство в любом случае, поскольку там масса вкладов, оно какие-то обязательства свое выполнит перед вкладчиками. А то, что, вероятно, его приватизируют, я всегда говорил, что надо разве навсегда приватизировать этот банк. Я знаю, что есть точки зрения, что в госбанке это хорошо, и государство хорошо имеет свои... Но вот в Молдове это, к сожалению, не работает. У нас что не госпредприятие, у нас обязательно оттуда все потихонечку тащат. И вот с банка деэкономии тащили с самого его сознания. Просто сейчас это, видимо, утащили. Это все скрылось. Если можно коротко, потому что у нас уже мало времени остается. Вот у меня все-таки интересна ваша ситуация по банковскому сектору. Значит, все зависит от государственного управления. Эффективное, неэффективное, грамотное, неграмотное. У нас, к сожалению, неграмотное. По поводу Международного валютного фонда. Значит, когда мы заключили после 2009-2010 году новый меморандум, все радовались, так вот красной нитью в тексте меморандума этого и в последующих расширенных меморандумах, которые через каждые, по-моему, полтора года утверждались, обсуждались у нас в Минфине, Минэкономике, в правительстве, с директоратом Международного валютного фонда, эта тема красной нитью проходит, если вы поднимете все эти тексты, по всем текстам, по усиливающейся, скажем так, роли в этих документах. То, о чем говорил Виктор Чабанов, значит, в самом первом меморандуме 2010 года, значит, там черно-помбелом было написано «Приватизация банка деэкономии». Лично я придерживаюсь другой позиции. Я считаю, что... Ну, дело не в нашей дискуссии. Можем, как говорится, ставить любую свою точку зрения и найдем кучу аргументов. Что он будет приватизирован, что он не будет приватизирован. Но без нормального государственного управления, это я имею в виду и правительство, и национальный банк, и другие органы, национальная комиссия, кстати, по финансовому рынку, под молчаливым согласием, которые прошли все эти операции. И частный сектор, даже если банк попадет в частный сектор, и такие истории у нас тоже есть, и тоже их много, управляются неэффективно, и никакого толку с этого нет. И вот последний вопрос, если можно на него ответить, да или нет, потому что эти ответы, на мой взгляд, будут самыми красноречивыми от экспертов. Появилась такая точка зрения, что наши лидеры так долго тянут с формированием коалиции, именно потому что прекрасно осознают, что происходит на сегодняшний день в нашем банковско-финансовом секторе, какова ситуация реальная в экономике, и попросту они не хотят брать на себя ответственность, и вот до сих пор думают, кто бы это мог сделать. Вы согласны с такой точкой зрения? Нет, я думаю, они по-любому хотят взять все рычаги, и это, да, и неважно, они себе просто не задают экономических вопросов, и мы это прекрасно знаем. Спасибо, ваше мнение, вы тоже согласны? Конечно, это очевидно. То есть все равно боремся за должности, да, а кто будет? Разделяй власть твои. Абсолютно точно. Я благодарю вас за то, что вы участвовали в нашей программе. Не знаю, добавили ли мы оптимизма нашим гражданам по ситуации с молдавским леем. И хотя бы реализма. Ну да, но то, что, по крайней мере, мы их информировали, это совершенно точно. Спасибо вам. Это была программа «Главная». Я желаю вам всего до самого доброго. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин